Всем привет, друзья! Как у вас дела? У меня дела замечательные. Я сейчас собралась и еду на первое занятие в спикер-клуб, в который я записалась. И ближайшие 8, получается, выходных подряд, все выходные, кроме там одних, по-моему, я буду ходить на занятия в спикер-клуб. Улица сегодня просто прекраснейшая погода, я полчаса не знала, как одеться, потому что утром прохладно, вечером прохладно, а днём жара будет неимоверная. Причём, как одеваться в 25-26 градусов в Москве, вообще непонятно. Можно, по сути, идти в пиджаке, можно в майке. Но я посмотрела на улицу, как люди оделись, кто-то в пуховике идёт, кто-то идёт в шортах. И я вообще не понимаю, как одеться. Я полчаса думала, блин, надо вот это. Думаю, нет, будет жарко. Я вот так оделась, нет, слишком как-то по-летнему. И вообще, это очень сложно оказалось на самом деле. Но, тем не менее, решила одеться вот так, по-солнечному, белый цвет, все дела. Сейчас жду таксиста, который никак не может доехать. Я ему звоню, но думаю, может быть, я его там сориентирую как-нибудь, чтобы он доехал. Я еду, всё нормально. Не знаю, надеюсь, что он меня не подведёт, потому что опаздывать я жутко не люблю. В здании проходят, собственно, занятия, где у меня очень часто были различные съёмки, фотосессии. Здесь очень много различных студий. Но такие студии всегда находятся в странных таких зданиях. Это ещё нормальная. Бывает вообще страшно. Друзья, мы пришли праздновать, отмечать мой день рождения в ресторанчик. Поэтому, собственно, вот. Полноценного влага нет, потому что сегодня такой классный день. Там туда-сюда, пока я это сделала, пока поспала. Ну, сами понимаете, уже сделали заказ. А вот сидим. Так, нам уже здесь потихонечку празднуло всё. Где вы тарелки там? Разложу всё или это персонально будет? Да, оставьте, мы разберёмся. Просто положите чистые тарелки. Кому надо, тот возьмёт. А ну и всё. Каролина, как всегда, ест ровы. Так, стейки нам принесли. Смотрите, там с мангалом даже. Да, да, да. У меня, конечно, предупредили, что будет большой стейк, но я не думала, что он настолько будет огромный. Но зато вкусно будет. Ну что, друзья, сегодня хотим с Викой снять видосик такое. Значит, подведу итоги, что было до этого и что вообще сейчас происходит. Вика прилетела в Москву на свой, скажем так, предродовой отпуск. Вы не расслышались? Именно предродовой. Я сейчас, как я сказала в начале видео, хожу в спикерку по выходным. Это так, сотка к этому часу. И вчера у меня был день рождения, мы ходили праздновать. Особо не снимала, потому что хотелось именно провести этот день без камер. Вот, скажем так. Да? Да. Отлично посидели, всё замечательно. Кучу подарков получила, кучу цветов. Сейчас, кстати, нужно не забыть сходить ещё купить вазу, возможно. Потому что, как оказалось, для такого количества цветов у меня в доме нет вазы. А где она производится? Уже, видите, мы не знаем даже, где вазы производят. Не знаю, в какой-нибудь магазине, наверное. Но если нет, что-нибудь заставкой придётся заказать, потому что ваза в доме нужна. Что сегодня я решила сделать? Просто записать такое болтологическое видео с Викой, потому что очень много различных слухов, очень много различных мифов ходит. И хочу всё это развеять, скажем так. Во-первых, я не беременна, потому что что-то у меня начали спрашивать, ты беременна или не беременна. Наверное, потому что, может, я поправилась, может, я просто жирная. Но на данный момент я не беременна. Может, просто попутали, нас попутали, перепутали. Возможно. А беременна Вика. Те, кто на её канал подписан, кстати, если вы ещё не подписаны, подпишитесь на её канал, ссылка в описании. Она там уже рассказала об этой новости, о том, что она беременна. Они с Николаем ждут второго ребёнка, у них будет пополнение в семье. Ну, не факт, что с Николаем, а с Николаем, конечно. Ну, это шуточки уже пошли такие. Что касается нашей первой с Викой беременности, мы ходили вместе. То есть, разница у нас была в два месяца. И это было прекрасно. Хотелось бы, конечно, чтобы сейчас я тоже ходила беременна, но пока что ни от кого. Я Вике говорю, мне нужно родить до 33. Потому что, если я захочу третьего, чтобы я родила, там не больше 36, чтобы мне тогда на тот момент было. Почему так говорю? Потому что, ну, не знаю, всю жизнь я не хотела рожать там 45. Ну, как-то для меня это слишком поздно. И плюс есть риски родить 40 плюс там с патологиями. Да, это всем известно. И я не очень хотела бы. Плюс я всегда хотела родить ребёнка, чтобы успеть его ещё поставить на ноги. То есть, если ты рожаешь там 45, допустим, лет, у тебя немного на самом деле. 15 лет остаётся плюс-минус такой здоровой силы, чтобы ты мог обеспечить и поднять ребёнка на ноги. Ну вот, теперь расскажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас недель? Какой у тебя там срок? Вот это как ты себя чувствуешь? Сейчас у меня, если верить приложению, 27 недель и 2 дня. Если по корейскому приложению, там немножко меньше. Не знаю, может, 26 недель. Там немножко отстаёт почему-то. Не знаю, может, там срок по УЗИ. Вот знаешь же, да, они отличаются срок УЗИ и срок по... А, срок УЗИ и просто срок от цикла различаются, да. Ну и вот 27 недель и 2 дня, то есть 28 недель уже началась. Чувствую себя сейчас хорошо, таксикоза у меня нет. Но вместо этого появились боли в спине, одышка, тяжело дышать, быстро устаю, неповоротливо. Вот я сегодня села, да ты видела, и всё у меня свалилось нафиг, как слон в посудной лавке реально. А так, в целом, хорошо себя чувствую, хорошо сплю. До этого была бессонница, был токсикоз, была рвота, тошнота, всё, что только можно было. Было очень сложно, конечно, скрывать. Даже не то, чтобы скрывать, хотелось прожить это самим. Я пишу, что это, как сказать. Да, я считаю, что это правильно, на самом деле. Мы сначала сами внутри семьи это всё порадовались, прожили, там вот это вот всё. И когда сочли нужным, тогда и поделились этой новостью. А то были, знаете, такие сообщения, что почему там это, то всё. Но никто никому ничего не должен, как бы, камон. Вот, например, сегодня тоже захожу, вижу такой комментарий, что вот раньше ты там показывала, снимала там семью. У тебя были семейные влоги. И очень часто такие комментарии до сих пор приходят. Показывала там это, то всё. Нужно привыкнуть всё равно всем тем, кто был подписан на мой канал, возможно, из-за того, что я там была замужем, из-за того, что там показывались какие-то семейные личные отношения. Сейчас такого не будет. Сто процентов. Я уверена, что даже если я, когда выйду второй раз замуж, скорее всего, я не буду это афишировать. И о моей свадьбе вы наверняка узнаете чуть-чуть попозже, чем она будет. Но посмотрим. Я ещё не могу сказать. Но однозначно я уже не хочу, как бы, вот такого. Потому что начинаются различные мнения, советы, которые ты не хочешь слышать. И, собственно, люди же не всегда, они разделяют, скажем так, личное пространство и начинают торгаться, начинают давать непрошенные советы. Я даже с последнего, ну, в последнее время я что начала делать? Если я вижу, что мне дали какой-то непрошенный совет, я начинаю блочить людей. Потому что она раздаёт непрошенный совет, второй раз я захожу на её страницу, я смотрю, она сама в жизни ничего не добилась, при этом чему-то собирается меня учить. Я, ну, как бы, сразу блог таких людей. Притом это я сейчас говорю прям вот вообще-то, что касается какой-либо трэда. А вот, так что из хороших новостей, собственно, да, скоро будет ещё один блогер, мини-блогер. Да, насчёт пола спрашивали все. Насчёт пола сейчас я не буду говорить. Конечно, эта тема достойна твоего канала. Поэтому насчёт пола вы подпишитесь на Викинг канал, там узнаете всё. Мы знаем пол, мы уже знаем, мы уже сделали... Говорить? Ты скажи. Что? Ну, что мы сделали. Гендер-пати было уже, да. Да. Всё, опять-таки, мы прожили, всё знаем. Но, скажем, потом на моём канале, потом узнаете. Да, на Викинг канале это всё будет. А мы сегодня с Викой приехали посмотреть какие-нибудь, ну, детские магазинчики, вот это вот всё. Потому что, когда мы ходили беременны с Викой, вместе ходили, что-то покупали, выбирали. И я вот сейчас ходила, тоже недавно, месяца, наверное, два назад по магазинам. И смотрю, столько много всего появилось. Думаю, ой, ёлки. Мы сколько уже 10 лет на них ходили, сюда в сторону ходим. Ну, и решили вот приехать. Конечно, в Корее тоже очень много всего. Ну, просто чисто так посмотреть, поумиляться, детские вещи пощупать, купить что-то интересненькое. Я бы сказала, что очень много всего. Если, конечно, знаете, поскидывайте мне магазины, адреса, куда можно. Что-то я ходила, такого выбора я не видела. Да, но в Корее есть для детских уже, как бы, в отделах детских, для подросших детей. То есть, плюс-минус там от 4 лет можно что-то нормально найти. А вот такого изобилия всё равно, как в России. От нуля. От нуля вот именно. Причём даже не от нуля, а вот пока ты беременна, хочешь какие-нибудь штучки, прибавочки, вот это вот всё. Очень большом количестве именно в России. Не знаю, почему, наверное, потому что в Корее, в принципе, не любят рожать детей. И раз нет спроса, и нет, собственно, предложения. Да. Поэтому что-то Вика, может быть, отсюда купит. Да? Ну, я вообще-то всё хотела бы взять. Мне многое, что нравится. Но я понимаю, что я не смогу это всё физически забрать. Например, коляску можно было бы подобрать. Там потому что я сколько ходила. Вот заходишь в магазин, да? Там три коляске. Ну вот, да. И причём они все прогулочные. Нет от нуля. Ну, они заявляют, что это можно от нуля. Ну, как, ну, прогулку-то посадишь. Да, да, да. Уложишь, точнее. Так что, друзья, вот такие вот у нас новости за последнее время. Такая вот грандиозная новость. Прям вообще мы узнали достаточно давно, естественно, уже. Ну, не снимали, поэтому реакции Ники не будет. Я не снимала. Хотя, наверное, надо было, да, снять? А ну... Ну, всё снимать. Если всё снимать, то когда самим жить? Да, жизни не хватит. Вот. Поэтому мы решили, что да. Некоторые даже, вот, например, моменты сейчас я целенаправленно не снимаю, потому что хочется там как-то, не знаю, самой прожить эти эмоции. Я думаю, что вы понимаете, кто хоть раз оказывался в какой-нибудь там ситуации, когда ему дают непрошенные советы, вот. Сразу... Да. Либо, например, если там девушка долго не выходит замуж, а когда ты замуж выйдешь? А если она вышла замуж в первый год, она не объявила там о беременности, а что у тебя, что-то не то? Проблемы. У тебя какие-то проблемы? Родила первого, когда за вторым, родила второго, когда за третьим. Да, и так до бесконечности. У меня вот здесь эти, на самом деле, вот такие вот вопросы. Развелась, а чё развелась? А когда ещё раз замуж? Ну, то есть в любой такой вот ситуации есть те, кому хочется поковыряться. Вот. Что я хочу сказать ещё? Очень интересно, конечно, наблюдать за Викиной беременностью сейчас мне. Почему? Потому что... Когда тебе было 19? Ну, сколько? Да, 19-20. Я в 20. Нет, в 20 ты родила. Да. А в 19-19 беременная была. Это, конечно, молодая. Базовая, не то, что там какие-то хотелки. Согласна? Да, да, да. Конечно, это организм-то может и может вынести всё это, да, выносить. Но здесь ты ещё не созревшая. И вот здесь вот где это сейчас я вам покажу. Ну, вот я просто понимаю. И вот здесь самое главное не созревшая. Да, кошелёк 19. Кстати, я такой выбрала. Мы выбрали, да, по вашим советам. Многие советовали, как вы держите в руках, так и, собственно, выбрать. И мне кажется, он тебе подходит сюда. Моя сумочка? Да. Так что... Что? Расскажи про то, на что тебя тянуло больше всего. На что меня тянуло? Вначале, когда токсикоз у меня начался, это было вот... Когда мы где-то седьмой, наверное, восьмой недели, вот, я почувствовала токсикоз, меня тянуло снова на кислые яблоки. Я когда Лерой беру, была проблема. Была беременна? Тебя тоже тянуло на кислые яблоки? Да, ты не помнишь, что на кислые тянуло? Я не помню, что прямо на кислые яблоки тебя тогда тянуло. Хорошо, что... Потому что я была занята своим токсикозом. Да, у неё тоже. А у неё всевечный был этот фоновый токсикоз, чем у меня. У меня-то он проходит потом, после первого семитриместра. Так было и с Лерой, так было и вот вторую беременность. После тринадцати недель токсикоз прошёл. Всё, его не было, и начался золотой период. Как раз я тогда... Мы все вместе полетели в Ташкент, и вот я вообще отлично себя чувствовала. Конечно, да, были там уставаемость. Есть такая уставаемость? Усталость. Утомляемость. Но в целом нормально я проходила. Спать так сильно не хотелось, как в первые недели. Тянула только вот такое кислые яблоки. И многое, что я так не могла есть, как раньше. Ну, бывало, знаете, такое... А, ещё в первую беременность было у меня такое, что я не могла жареный лук переносить. Я тоже жареный лук, и курица у меня сразу плевот. Всё. А зато я никогда баранину не ела, ну, потому что в Узбекистане баранина, она всегда с запахом. Сейчас почему-то, кстати, без запаха. Но раньше все, кто ел баранину, те понимают, как вот у баранины есть специфический запах. Особенно если курдюк, вот это вот. Я никогда не могла есть. Но когда во время беременности с Каролиной, меня так тянуло на баранину. И после родов с таким, с кайфом ты этот шашлык умела? Да, 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 да. Это было, конечно, прикольно. Вот, что хочу сказать, друзья. Может быть, кто-то ожидал, а-а-а-а, вот этого всего, таких реакций и эмоций. Но это уже мы давно знаем. Поэтому, да, такого, собственно, нет. Для нас это уже обыденность. А то сидят и, блин, смотрят на нас. Типа, вы не рады. Вы по-любому, это для вас было неожиданностью. Запланировано еще что-то. Типа, что вы недовольны, да, или еще что-то. Ну, а то уже сколько прошло? Полгода, извините меня. Полгода хотеть беременную с такой улыбкой, когда у тебя токсикоз там или что-то еще. Вот, друзья, как вам такая новость? Напишите внизу в комментариях, что вам еще поснимать. Что интересного рассказать. Вот. И будем, наверное, на этом уже заканчивать это видео, да? Обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, на Викинг канал, на наши граммы. Там все ссылки в описании найдете. Там всегда все новые, свежие новости. Да, а кто говорит, что там не могут за этим? Ну, блин, есть много сервисов. Мы же как-то заходим. Кто не может, ждите на канале наш контент. Ну, или да, ждите на канале. Также подписывайтесь в ТикТоке. И скажут, что у нас ТикТока нет. Ну, че не храм есть? Ладно. Всем удачи, всем. Пока-пока. Дзянь-дзянь. Продолжение следует...